Давайте поговорим о симптомах. Какие главные симптомы указывают на то, что есть проблема? Тошнота. Это всегда связано только с печенью. Бывают рвоты иногда, тошноты, даже не связанные напрямую с питанием. Ну, любые. Слабость, постоянная усталость. Вот укачивание, если оно есть в машинах, бывает у детей, это уже вы кормите детей, не так. И, конечно, есть или вирусы определенные, помимо питания, безусловно, взяли верх над организмом, но помните, вирусы только тогда могут взять верх над организмом и активно размножаться, когда иммунитет ослабевает, иммунитет ослабевает, потому что нарушается процесс пищеварения, через тонкую кишку в печень передаются яды, токсины, в результате, например, потребления животных белков образуются кадаверин, трупный яд, другие токсины. И вот это как раз и убивает печень. Ну, а дальше, соответственно, какие признаки? Непереносимость жирной пищи, жирный белый кал, стул. Значит, повышенный вес – это всегда, 100%, в любом случае. Вот повышенный вес – всё, проблем печени уже есть, в любом случае. А сыты, например, увеличение размера живота, да, и на ощупь сразу всё видно, врач может определить. Так вот, какие ещё симптомы? Тяжесть в правом подреберье. Это бывает при растяжении капсулы печени. Это боли и спазмы в области печени. Это желтизна. Желтизна – склер, белки глаз, то есть, жёлтыми становятся, да? Это, конечно, раздражительность, агрессия повышенная, спонтанная. Это плохой запах во рту, хотя тут может быть и с лимфой проблемы, да? Это пигментация, нарушение пигментации. Пигментные пятна. Это плохой загар. Это могут быть сосудистые красные звёздочки. Вот если очистить печень, восстановить, о чём мы будем говорить, да, то пройдут и вот эти проявления в виде пигментных пятен, сосудистых звёздочек, потемнения мочи, повышения давления в системе воротной вены, безусловно, по которой как раз венозная кровь поступает в печень. Так вот, тотальный зуд кожи, особенно он увеличивается вечером, на ночь особенно. Это, например, бывает из-за раздражающего такого эффекта желчных кислот. Пару слов вообще про ожирение и лишний вес. Это большая беда, потому что мы сейчас едим не потому, что нам нужна пища, а для того, чтобы получить наслаждение. Но ведь мы должны с вами есть для того, чтобы жить, а тогда это коренная, как говорится, иная позиция. Совершенно два разных подхода к делу. Детям надо расти, детям надо давать те питательные вещества, из которых организм будет строить аминокислоты, из которых организм синтезирует нужные нам белки. Запомните, нам не нужны белки, нам нужны их составляющие, аминокислоты. И уже организм сам печатает, сколько надо белков, синтезирует в тот момент, когда это ему надо. И каких белков, каких ему надо. И только организм это знает по умолчанию. Мы никогда этого до конца не поймём. Основа – это аминокислоты. Они всегда есть в живых растениях в полном любом объёме. Но человек растёт в ширину, как правило, с определённого возраста. Жир – это, конечно, консервант энергии. И организм запасает жир, если он не может эту энергию, которую он с пищей получает, чрезмерную энергию, которая ему выше крыши. И вот это всё переходит, конечно, в жир ещё по этой причине. Плюс недостаточно воды в организме. И как источник воды организм запасает жир. И другие есть причины на то. Холестерин, запомните, он не так страшен, как говорится. Сейчас уже, правда, про это начали говорить. Холестерин ведь нужен для придания клеточной мембране жёсткости. Он нужен для производства гормонов. Из холестерина вырабатывается витамин D. Из холестерина образуется желчь. Именно холестерин содержится в тканях животных. Это животный жир. В растениях его нет, это правда. Но организм человека сам синтезирует холестерин из белков, из жиров, любых съеденных, и углеводов, если ему, организму, это нужно. Можно питаться только растительной пищей, но не сильно, например, калорийной, высокоуглеводистой, и повысить себе уровень холестерина выше предельного. Даже так можно. Так что никогда больше не повторяйте глупости, что да, холестерин нужен, но не значит, что его надо есть. Потому что корова ест холестерин? Нет, в траве его нет. У неё много холестерина? Да, достаточно. У обезьяны тоже, короче говоря, он синтезируется, вы поняли, из белков, жиров и углеводов. Такого дефицита холестерина быть практически не может. Тем не менее, перезбытки холестерина сам организм уже не может расщепить. Вот это проблема. Он может вывести холестерин только через печень. Но если печень здоровая, вы поняли, откуда ожирение в том числе? Поставка в организм огромное количество ненужной энергии, лишней в виде большого количества сладостей, макарон там риса, то есть вот этих вот полисахаридов, которых в избытке и организм их просто перерабатывает жир. Потом печень сама становится жирной, она уже не может вот в этом процессе липидном участвовать, скажем, и с ошибками работает. Так вот, с желчью холестерин поступает тогда в кишечник, ну, всегда, соответственно, и поглощается клетчатка. Если человек в рационе имеет достаточное количество в пище клетчатки, это не отруби, про которые нам все врачи говорят. Нам нужна капуста, морковка, все, что угодно, зелень любая, ешьте, только долго жевать надо. Все это есть растительная клетчатка, которую, конечно, выведет, но люди современные этого не едят практически, с которой вот как раз этой клетчаткой должно выводиться излишек холестерина. А если клетчатки в пище мало, то до 90% холестерина и жирных кислот реабсорбируются из кишечника обратно в печень. И это может привести к заболеванию в том числе, к чему? К жировому гипотозу. Теперь давайте перейдем к болезням печени непосредственно. Конечно, обо всех мы не сможем в силу времени рассказать. Вот вы видите классический цирроз. Все люди, те, кто питается неадекватно, кто ест много мяса, кто ест много всякого жареного, уксус, не дай бог, разрушает печень почки. Кроме яблочного уксуса и то в небольших количествах, да, любой другой. И прочее, химии и так далее. Вы просто засоряете, убиваете печень. Пропускная способность печени резко падает. Значит, фильтрационная способность, да, снижается. Организм травится неочищенными продуктами распада ткани, в первую очередь белков, ядами из кишечника, которые поставляются. Естественно, потому что всё, что мы в себя поставляем, мы поставляем через пищеварительную систему. Кровь непосредственно из кишечника вообще поступает сразу в печень. Такая система воротных вен есть только у печени, почек. Там ещё гипофиз, но это уже отдельная совсем тема. Возрастает дополнительная нагрузка на почки. Вот это очень важно сказать. Лопаются микрососуды, капилляры. Появляются кровотечения. Вот эти сосудистые звёздочки, о которых я говорил. Кровотечение в прямой кишке. Ведь это двойная, тройная, пятерная нагрузка идёт. Особенно у толстых людей. Им при беременности. Поэтому до беременности, если уж вы ещё планируете ребёнка, но ещё, конечно, нет, обязательно вылечите печень. Восстановите её функции. Тогда вам почти ничего не будет грозить. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто ещё не подписался. И не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Очень важные видео. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. И не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях. Подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам. Ну, если, конечно, вы сочтёте это нужным. Я рекомендую. Конечно, при обслабленном сердце дополнительные нагрузки сумасшедшие. Ведь сердце будет при любой задержке кровоснабжения, что оно будет делать? Оно будет работать с большей нагрузкой. И это опасно, очень опасно. А если человек ещё курит, не дай бог, пьёт, господи, ну, об этом я вообще не говорю, потому что, я надеюсь, вы все понимаете, что это вообще нормальный человек делать не должен. А если ещё кто-то делает, моментально просто бросайте. Если вам жизнь дорога, потом-то будет ясно и бросите. Ну, поздно, может быть, а лучше сейчас это сделать. Проблему не надо искать там, где её нет. Не в сосудах она. Поэтому, когда вот речь о тромбофлебиите, да, варикозе, это всё, вы поняли. Это печень. Всё. Значит, теперь труднее с фиброзной тканью. Конечно. Потому что, чтобы её растворить, нужны особые активные вещества, а печень ослаблена. Это главная задача – растворить фиброзную ткань, регенерировать клетки печени. Всё это, в принципе, возможно. Даже если у кого есть цирроз, это возможно. Но вначале нужно запомнить, обследоваться, пойти на паразитов, простейших, на вирусы. Потому что это тоже могут быть важные причины, приведшие к болезням печени. Обратите внимание, гепатит А, как, ну, самый из гепатитов простой, можно сказать. Гепатит А – это, конечно же, чисто инфекционное заболевание печени, которое, конечно, вызвано вирусом. Эта инфекция может развиваться, конечно, у любого человека. Ну и как передаются они? Они передаются при заражении, за нарушение правил гигиены. Это болезнь Боткина или бытовой гепатит. Если человек болел когда-то, запомните, гепатит МА, то всегда такой человек будет заразен. Впоследствии, даже если он вылечился, в латентной форме всё равно вирус будет. И если его кровь попадёт в организм другого человека, то этот человек заразится, ну, у него уже будет гепатит В и С. Вот очень важную вещь я вам сказал. Поэтому правила гигиены. Была лекция у меня по паразитам. Обязательно посмотрите. Там про гигиену более подробно. Так вот, какие симптомы можно ожидать появления лихорадки? Это может сопровождаться, ну, скажем, тошнотой работы, тяжестью области живота в правом подреберье. Это, конечно, слабость. Через несколько дней темнеет моча. Вот это вот уже более серьёзный показатель. Желтеют склеры. Кожа может обесцветиться. Ну, как бы желтуха вот начинается. После уже появляется состояние общего серьёзного недомогания. И вот эти признаки вам комплексно покажут. Так вот, медики что говорят? Чтобы правильно поставить диагноз гепатита, нужно что выяснить? Ну, эпидемиологически сделать анамнез. То есть он должен спросить, подробно выяснить, чем вы питались в течение месяца. Какую воду вы пили? С кем контактировали? С больными? Нет. Как правило, гигиену соблюдали. Затем врач внимательно должен при дневном свете, дневном, да, осмотреть вас, чтобы понять признаки интоксикации, это общее состояние, там, смотрите, депрессии, какой расстройств, наличие лихорадки, вот, желтизну кожи, почему очень важно при ярком дневном свете это сделать, либо при специальных лампах. Так вот, врач должен оценить состояние разных органов систем. Ну, конечно, по общей принятой в медицине методике. При пальпации, ощупывании живота, да, непосредственно может обнаружиться увеличение печени, что дополнительно будет говорить об этом. Конечно, цвет мочи и кала – это основополагающие признаки. Но затем результаты анализов – это общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ на маркеры вирусных гепатитов разных АБЦДЕ, коголограмма, анализ общей мочи – это всё нужно сделать. При обнаружении антител гепатиту А на фоне выраженных, соответственно, изменений печёночных проб диагноз уже не вызовет никакого сомнения. Это вы должны иметь в виду. Ну, перейдём дальше. Гепатит В рассмотрим немного. Вирусный гепатит В – это инфекционное, конечно, тоже заболевание, которое тоже вызывается вирусом, специфическим, своим. Инфекция вообще на везде повсеместно распространена, и каждый может повернуться заражению. Этот вирус передаётся в основном через кровь. Хронический вирусный гепатит – это очень опасное, конечно, заболевание, которое может привести к тяжёлым последствиям вплоть до гибели человека. Очень важно своевременно распознать и начать лечить гепатит В. Он очень устойчив к внешней среде, обладает высоким, ну, скажем, защитными возможностями. И при сохранении иммуном ответе у переболевшего гепатитом В человека формируются стойки по жизненной иммунитету. Ну, а вообще-то, вот во внешней среде, если вы перенесли куда-то, каким-то предметом, гепатит В может сохраняться, ну, примерно, неделя-полторы. Даже в засохшем виде, в виде пятна крови, там, на лезвие бритвы, на иголки, пожалуйста, больше недели. Поэтому имейте в виду. Заболевание может произойти от больного острым или хроническим гепатитом. Это понятно. При попадании инфицированной крови в организм здорового человека. Часто это бывает на переливаниях, там, у стоматолога. Возможно, передача половым путём, естественно, от матери к ребёнку, при родах. Вот через плаценту этот вирус не проходит. Он достаточно крупный, имейте это в виду. А через кровь, да. Через повреждение кожи, слизистых любых. И стоком крови он попадает в печень. Попадая в печень, там он начинает размножаться, замещают свою ДНК, то есть он переносит информацию в ядро клетки. И наша клетка продуцирует, синтезирует вирусы уже. Понимаете? И они когда-то выходят и заселяются в новые клетки. Если это идёт лавинообразным процессом, при ослаблении иммунитета, да, то это и есть те проявления внешние и признаки, лабораторно определяемые, о которых я говорю. А вот оболочечные белки уже синтезируются, которые оборачивают свою ДНК вирус, это в цитоплазме. Помните, вирусы – это доядерные прокариоты, так называемые. У них нет своего ядра, и они сами не размножаются. Размножают наши клетки их, когда они туда внедряются. Это серьёзное дело. Медицина как лечит? Ну, в качестве поддерживающей терапии гепатити В она использует там гепатопротекторы и, конечно, иммуномодуляторы. Для лечения вообще хронического гепатита используются различные противовирусные препараты ещё. Имейте в виду, побочные действия всегда будут. Как я рассказывал, когда говорил про почки, там, неважно, про паразитов, чем лечат, всегда есть химические вещества. Тем более, что туда добавляют точно, мы сейчас не можем сказать. Они являются, безусловно, вредными в том числе. Но активные вещества на самом деле не являются растительного происхождения. Конечно, есть такая диета номер 5, её будут сразу рекомендовать. Будут рекомендовать убрать солёные, острожаренные консервы. Это всё правильно, только вопрос. А почему это не убрать, когда человек ещё пока жив-здоров, чтобы он дольше прожил, чтобы он не имел эти проблемы? Ну, в том числе. Ведь врачи ведь правильно убирают вредные воздействия, когда уже что-то произошло? Но ведь они же, значит, вредные, коль врачи убирают. А почему позже? А почему здоровый человек должен это есть и может? Теперь перейду к гепатиту С. Итак, запомните, что он передаётся через кровь. Возникают характерные симптомы желтухи, тошнота, боль в мышцах, потери аппетита, боль в животе и бывает сильная. Это заболевание приводит, конечно, к циррозу. Большое количество этих самых фиброзных тканей, рубцов. И, конечно, следующая стадия после цирроза – это рак. Поэтому это очень опасный вирус. Убить его, ну, скажем, убрать полностью нельзя. Можно только регенерировать клетки печени, и чем быстрее, тем лучше в этом случае, и придавить процесс развития вируса. Никаких, если есть такая болезнь у человека, никаких консервантов, красителей, химии, в том числе химии внешней в виде мази, шампуня, гелий, мыла, не должно быть. В виде химических каких обоев, в идеале окон ПВХ, понимаете, это проблема. Так вот, можно заразиться через капельницы, через переливание крови, через алмазные буры стоматологов. Поэтому многие стоматологи, зная со своими, приходят к другим стоматологам. Так вот, он очень стойкий вирус. И поэтому вирусы, кстати, мутируют, поймите, они мутируют сотни раз в сутки, сотни. И вакцины – это глупости полные. Нету никаких лекарств, и перевивок не может быть против вирусов. Это глупости, это вредительство, которое пущено в широчайшее применение для совсем других целей. Многие лечат годами, тратят деньги, десятки порой тысяч долларов. Это все глупости можно вылечить просто за копейки по сравнению с этим-то. И не слушайте тех врачей, которые говорят, что это не лечится. Не буду говорить про гепатит ДЕ, это модификация известных типов. Конечно, к врачу надо идти сразу. Лечение будут назначать, но вы будете уже знать, если у вас будет методичка, пойти можно двумя путями. Вот этим медицинским, правда, с корректировками определенными, чтобы поддержать печень, тут уже надо знать, какие корректировщики есть печени в виде трав и так далее, препаратов других. Или все-таки пойти природным путем, которые проверены просто тысячелетиями. Врач должен быть, конечно, гипотолог. Надо к профессионалу идти в любом случае. Безусловно, есть основы, которые похожи на лечение при гепатите Б вышеописанном, исследования похожи. Я не буду сейчас это говорить подробно, шаг за шагом я описываю в методичке. Нужно ли готовиться вообще вопрос, если к лечению гепатита С? Ну, конечно. Потому что тут уже очень серьезное дело, и, естественно, нужно исследования производить, в том числе на сыворотничное железо. Например, там через две недели терапии, подготовки проводится повторный общий анализ крови, биохимический анализ. Надо контролировать наличие, например, вирусов и РНК в сыворотке крови. Это все идет под счет, это все изучают, что можно при данном типе состояния человека, при его возрасте, весе, прочих показателей применять. Но я даю методики, которые можно применять, начиная с малого возраста. Конечно, гепатит разрушает печень страшным образом. Он нарушает все работы и функции печени. И синтез, и переработку, и накопление питательных веществ. Разрушается весь организм. Что нужно? Нужна, безусловно, регенерация печени, восстановление ее. Если есть вирусы, значит, антивирусная программа. Безусловно, работа с желчным пузырем, потому что это все идет в паре. С желчегонными средствами, если нет камней от 6 до 12 мм, потому что они могут пойти. Если есть паразиты, а на них надо в первую очередь исследоваться, то нужно уничтожить, если они в печени, либо их выгнать, если это возможно, из организма паразита. Поэтому первое – это обследование на паразиты, на вирусы, биохимический анализ, иммуноферментный анализ крови. Все, что я выше перечислял. Второе – это, соответственно, подбор методики лечения. Это как бы план общей действий. И третье – это питание печени, восстановление функций печени, клеток печени. А для этого нужно изменить питание. Для этого нужно пить достаточное количество воды, 25-30 грамм на килограмм веса в день, активной, качественной воды. Посмотрите мою лекцию по воде. Первым делом, если имеются вот уже вирусные инфекции, необходимо восстановить, конечно, иммунитет и принять антивирусную серьёзную программу. То есть исследовать, изучить это и воспользоваться. Дальше, что ещё? Конечно, очень есть сильные средства иммунокорректорного типа, например, маточное пчелиное молочко. Действительно, я рекомендую. Это очень сильное средство, но как одно из системы. То есть всего лишь как иммунокорректор. Очень сильный, правда. Значит, никаких животных продуктов, если есть у человека, это ни в коем случае не потреблять. Вы просто будете лить воду на мельницу разрушения печени. Так сказать, образно. Масла обязательно принимать. Например, расторопши, в первую очередь. Льняное, чесночное, если нет камней крупных. Салаты, например. Не смешивать никакие фрукты с овощами, с орехами. Фрукты только отдельно потреблять. Это вообще отдельная пища должна быть. Мало острой пищи. Почти ее исключить. Никакой жареной пищи. В самом крайнем случае, если у вас другие проблемы есть, и вам нельзя быстро, резко очищать организм, то вы хотя бы переходите на такое вегетарианство, но 70-80% в рационе должно быть живой, сырой пищи. А оставшиеся 20-30% вы можете использовать, например, вареную гречку, овощи на пару, но не более того. Старайтесь при этом исключить, либо сильно уменьшить количество соли. Или не солить пищу, а соль отдельно в стакан воды чуть-чуть. Полграмма каменной соли, либо красной гималайской, растворить и выпить отдельно от еды. Это я просто вам рекомендацию такую даю. И разумеется, ни капли антибиотиков, никаких гормонов, никаких ядов, никакого алкоголя табака. В идеале пища должна быть органической, тогда будет лучше, быстрее выздоровление. Без нитратов, пестицидов, без, самое главное, тяжелых металлов, и уж тем более, конечно, негеномодифицированное. Все это возможно, если человек задаться целью, всегда он может найти поставщика, сам вырастить на своих шестисотках, двадцати, сделать запас тоже свеклы, моркови, но не говорите только мне, что это все сложно. Так вот, конечно, интерферон должен вырабатываться в достатке, поэтому маточное молочко как раз позволяет это, понимаете, вот я для чего это говорю. Врачи, конечно, будут назначать искусственный интерферон. Поймите, если что-то вы, гормон, например, вводите искусственно, то организм как бы говорит, что он не нужен, я выключаю функции, и постепенно, кто долго сидит на гормонах, эти гормоны уже просто перестают вырабатываться. И запустить это сложно, но возможно. Значит, главное – это очистка организма, и в том числе кишечника, от шлаков, токсинов, ядов. Но сначала надо убедиться, что в печени нет паразитов, и если есть вирусы, ну, тут не так страшно, как если есть паразиты, потому что некоторые, как, например, аписторхи, я же говорил, они просто поедают клетки печени, человек начинает голодать, и питательных веществ не хватает, и они просто начинают активнее поедать клетки печени, и поэтому это опасно голодать, имея аписторхов, или, например, лямбли. На это надо обязательно обследоваться, до любого-любого вообще голодания, любому человеку. Это будет грамотный подход. Конечно, в методиках входят определенные эти так называемые очистки, это тюбажи, да, это уже можно применять и при гепатитах, но есть разные тюбажи, и тут есть целая методика, чтобы не навредить, а наоборот. Так вот, конечно, надо иметь в виду, что есть, например, коллоидное серебро, если, например, в чистый раствор коллоидного серебра а побочных эффектов оно не имеет. Поэтому есть случаи, когда люди уже на всё готовые, потому что там сумасшедший рак, сепсис там, и люди огромные дозы потребляли коллоидного серебра, они не только выживали, они шли на поправку. Конечно, с соблюдением прочих мероприятий. Там, например, кора муравьиного дерева, есть некоторые горечи сильные, которые очень серьёзно могут бороться с вирусами, они могут их убивать, очень сильно микроэлемент селен борется, в том числе с гепатитом, вообще с укреплением иммунитета, цинк такой минерал, их, как правило, не хватает в организме, безусловно, кремник. Например, одуванчик, экстракт одуванчика, листья одуванчика в салат прекраснейшим образом положительно влияют на печень, как вообще любые горечи. Но тут нужно, безусловно, понимать. И, естественно, полыни – это вещь тоже опасная, тут нужно делать головой, подходить. Поэтому и нужно либо изучать очень серьёзный вопрос, либо использовать методики, которые говорят знающие люди, ну и, соответственно, в любом случае понимать процессы, которые происходят в организме. Потреблять надо, конечно, жирные кислоты. Это льняная каша, это любые масла, но особенно полезные. Кокосовая – это вообще особая польза. Там гигантское количество различных кислот, в том числе польненасыщенных. Это, к тому же, антивирусное, противогрибковое средство. Уникальное. Только лишь бы оно было экологически чистое и правильно приготовленное без термообработки, иначе не будет эффекта. Чем больше таких правильных мер вы будете вводить в свой обиход рацион, тем лучше будет для вас только. Иначе никаких прививок от вирусов не делайте. Никаких. Все это глупости страшные. Кто не понимает, посмотрите просто червонскую. Вот найдите в интернете, потом посмотрите, почему. Дальше. Иммунные клетки можно заставить работать как единую команду с помощью природных иммуномодуляторов. Каких? Они все в природе есть. Я просто перечислю пока. Без систем, но. Это, конечно, такие растения, как эхиноцея. Это вероника лекарственная, это молочай. Это ряска, та самая малая на прудах. Это расторопша. Это номер один. Уникальное растение. Конечно, это солодка. Горько. Это клевер красный, это алоэ. Это хороший, качественный мед, потому что он содержит фруктозу, а не глюкозу, что очень важно. Он усваивается без гормона поджелудочной железы инсулина, понимаете? Поэтому мед можно диабетикам, если бы вы были уверены, что этот мед с пасеки пчеловод не использовал сахар для подкормки. Вот это уже, если будет в меде, да, это будет проблема для диабетиков. Фруктоза, только не химическая, опять-таки же, которая находится в фруктах, там, овощах, она усваивается, в корнеплодах, она усваивается без участия инсулина, поэтому никак не повлияет на сахар в крови. Ладно. Эти травы, их знать надо действия, как правильно собирать, сушить, хранить, а потом, соответственно, как принимать. На то и есть методики. Про воду я вам уже все сказал. Еще скажу, что вот и хиноцея, клевер, там, да, вот это все подробно я описываю действия, так сказать, как принимать в методичках. Про детоксикционные функции печени дополнительно, но про барьерные функции и про функции в плане пищеварения подробно, кому будет интересно, это все есть методичка. Второе как раз уникальное свойство лисичек это гепатопротекторное средство, то есть лисички лечат заболевания печени. Какие заболевания? Очень многие. Но, во-первых, надо сказать, что если есть фиброзные какие-то изменения, что называется, вплоть до циррозов, конечно, тут нужна комплексная терапия. Например, из трав я рекомендую расторопшу. Просто берете семена расторопши, хорошие только, органические, тут уж важно, и размалываете в кофемолке по столовой ложке этого порошка три раза в день до еды, минут за 20-30-40 час до еды. Запивая теплой водой стаканом три раза в день, но долго, в течение полугода или больше, в зависимости от стадии поражения печени, смотря какие заболевания, но даже гепатит С лечится, а тем более применяя вместе с этим, вот этим средством расторопши, я имею ввиду, лисички и трутовик лисничный, другой уникальный гриб, о котором уже была моя лекция, было мое видео, посмотрите, найдите. Так вот, как действуют лисички на печень, да? А вот как раз дело в том, есть специфические полисахариды, не только хиномонозы, конечно, а и другие в лисичках, которые вот назвали К10, условная аббревиатура. И уже вот, к примеру, в Германии используют, практически лечат, например, гемангиомы печени. А знаете, что это? В итоге красные проявления на коже такое. Это красные пузырики, маленькие, миллиметра 2-3, как бы накаченные, как вздутые микропузырьки красного цвета, ярко-красного. Это проблема печени, знаете. Так вот, например, лечат жировое перерождение печени, всякие, гепатит С, и не только, ну, С просто самый, один из самых опасных видов гепатита, то есть, в том числе, вирусные заболевания и прочие изменения, связанные как раз именно с этим органом важнейшим. Итак, и так я скажу, для взрослого человека весом 50-60 килограмм плюс-минус. Значит, лисички, препарат, по 3 капсулы 3 раза в день за 30 минут до еды. Итого, на один текущий месяц лечения пойдет 5 баночек, потому что в каждые 60 капсул. Второй грибной препарат это шитаки водорастворимая форма. Это, конечно, не напрямую оно воздействует эти вещества и этот препарат на паразитов. Нет, конечно, просто укрепляет иммунитет, потому что в момент того, когда паразиты выходят из организма, иммунитет человек ослабляет. И поэтому есть такая методика, состоящая из трех грибов. Это и так называемый системный подход. То есть, первый лисичка действующее вещество, второй препарат шитаки, только водорастворимая все-таки форма кристаллическая, потому что это самое сильное концентрированное так сказать вещество. То есть, полисахарид лентинан это чистый полисахарид, который как раз водорастворимый в форме в сухом кристаллическом порошке в так называемом саше-пакетах. В коробочке одно идет 30 саше-пакетов, а потреблять надо по одному саше-пакету два раза в день за 20 минут до еды, то есть, две коробочки пойдет на один текущий месяц лечения. Нужно будет вам. И третий препарат это трутовик лиственничный, который является мощнейшим гепатопротекторным средством, который будет помогать восстанавливать печень, а ведь на печень приходится в момент дегельминтизации очень большая нагрузка. Так, так. И поэтому это важно. Так вот, по две капсулы три раза в день за 10 минут до еды запиваю водой. Каждый препарат запивается водой. Между каждым грибным препаратом и последующим пауза 8-10 минут. Обязательно. В момент применения грибных препаратов, это общее золотое правило фунготерапии, никаких грибов в пищу, других видов есть нельзя. Ну и конечно, вот этот месяц это полный курс лечения печени, я бы рекомендовал здесь следующее. Ну, во-первых, начать надо обязательно с антипаразитарной программы для любого человека. И ведь смотрите, как интересно, это не только избавление от паразитов месяца достаточно, а это еще и как раз лечение печени, потому что два из трех грибов, это лисички и трутовик лиственничный, они обладают как раз гипотопротекторными средствами. Это первый месяц. Ну, а второй месяц можно потреблять, например, дождевик, потому что он, посмотрите, кстати, о нем видео, он является средством, которое выводит из организма тяжелые металлы, даже радионуклиды. И это было бы неплохо совместить таким образом. Например, за 30 минут до еды для взрослого человека по 3 капсулы дождевика 3 раза в день, то есть 5 баночек на месяц нужно, а за 10 минут до еды как раз трутовик лиственничный оставить по 2 капсулы 3 раза в день, то есть 3 баночки на 1 месяц. Таким образом, второй месяц пройдет у вас, а третий месяц можно, ну, помимо расторопшей или каких-то еще трав для печени. Оставьте только трутовик лиственничный, как раз по 2 капсулы 3 раза в день, то есть 3 баночки на месяц. Вот. Что же касается вообще печени, тема, да? А, например, следствие заболеваний печени, а именно уменьшения пропускаемой способности клеток гепатоцитов для крови, являются такие болезни, как парикозное расширение вен, как следствие тромбофлебиты, ну и, например, геморрой. Первопричина – это не заболевание кровеносной системы, а болезнь, проблема именно печени. Посмотрите мою лекцию о печени обязательно. И эту лекцию, возможно, еще другую. Там печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. Обязательно посмотрите. И вы будете знать все эти нюансы. У меня есть инфопродукты и по печени, лечению, я имею в виду болезней. Печени в комплексном подходе. Но вот и этот момент, который я вам сейчас порекомендовал, обязательно учтите. И это уже огромное дело. Огромное. Продолжение следует...